Аппаратное совещание прошло в чердаклах. Заседание началось с обсуждения погоды. Конец сентября выдался на редкость холодным. Столбик термометра ночью будет опускаться ниже 0 градусов на этой неделе. В дневное время на улице не сильно теплее. Принято решение о начале отопительного сезона. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет подписано соответствующее распоряжение. И с сегодняшнего дня я просил Бальса Яковлевич принять все меры к тому, чтобы все теплоснабжающие организации получили от нас уведомления и в соответствии с графиком приступили к подаче тепла. Таким образом, отопительный сезон начался на два дня раньше, чем изначально планировалось. Однако это не помешало полностью подготовиться к подаче и приему тепла. Первый пробный запуск был произведен уже в прошлую пятницу. Результаты со стороны населения и отзывы мы получили очень положительные там, где тепло появилось. Поэтому сегодняшнее ваше решение начать ранее срока отопления по заявкам организации учреждений более чем своевременно. В первую очередь глава области поручил начать подавать тепло в больницы, школы, детские сады, учреждения социальной сферы и в дома ульяновцев. Губернатор предостерег от использования личного положения в цели скорейшего подключения отопления. Все властные помещения или помещения для власти будут подключаться к отопительным сезонам в последнюю очередь. Вы мне лично будете отвечать. Я достаточно часто, вы знаете, перемещаюсь по региону и по разным учреждениям. Несторонник проводит совещание там и всякие встречи в кабинете. Если я увижу о том, что это будет нарушено, я, конечно, буду очень серьезно с вами разбираться. Кроме того, Сергей Морозов поручил проводить мониторинг подключения учреждений домов к теплу и соблюдение температурного режима в них. Особое внимание должно уделяться проведению отопительного сезона в муниципальных образованиях. Второй темой аппаратного совещания стало завершение недели национального проекта «Культура». Центральным ее событием стала встреча губернатора с главой Минкульта России Владимиром Мединским. На ней был принят ряд важных решений. В частности, речь идет о поддержке Ульяновской области в реализации проекта «Реновация областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова». Речь идет о 2021 году и о том, что Министерство культуры Российской Федерации принимает эту заявку. Значимость этого события, наверное, мы все почувствуем, если узнаем о том, что всего по России таких объектов будет поддержано 15. Выразил поддержку министра культуры проект создания земских театров в регионе. Первоначальных планируется создать в четырех районах области. Неделя нацпроекта «Культура» завершилась. Ее сменила неделя национального проекта «Цифровые технологии». Она станет завершением месячных цифровой экономики, прошедшего в области в сентябре. Ключевым событием будет масштабное обучение государственных и муниципальных службам компетенциям по цифровой экономике. Данный проект реализуется федеральным центром при участии Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Более 300 человек пройдут подобные обучения. На аппаратном совещании обсуждалось не только развитие цифровой экономики. Еще одной темой стало взаимодействие областной власти с мелким и средним бизнесом. При наличии некоторых проблем предпринимательство в регионе уверенно развивается. Одним из самых спорных утверждений является признание того, что бизнес уезжает из Ульяновской области. Однако цифры статистики утверждают обратное. 164 всего субъекта выехали у нас за пределы нашего региона. За аналогичный период 2018 года 169, то есть чуть меньше. Поэтому здесь какой-то патовости ситуации нет. То есть все достаточно ровно. Другой проблемный момент – долги муниципальных образований перед бизнесменами. Изменение ситуации здесь тоже внушает оптимизм. Если два года назад они составляли почти миллиард рублей, то сейчас достигли 37 миллионов рублей. Причем за 9 месяцев этого года долги сократились в два раза. А в трех муниципальных образованиях области их вообще нет. К ним относятся Николаевские, Ульяновские районы и город Ульяновск. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ.